Здравствуйте! Вы смотрите Лицкое телевидение. В эфире информационная программа события. В студии работает Алексей Водейко. Смотрите в нашем пятничном выпуске. Лида принимала гостей. Участники Дней молодежи Азербайджана в Республике Беларусь посетили наш город. Под пристальным контролем специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели надзорное мероприятие в магазинах Лицкого района. Стать волшебником просто. Магазин «Родный Куд» приглашает принять участие в благотворительной новогодней акции. Большой выбор и низкие цены. Четвертый магазин «Светофор» открылся в Лиде. В приоритете развитие молодежной политики двух стран. В Беларуси прошли дни молодежи Азербайджана. Стартовали они 28 ноября в Минске. Тогда иностранные гости совместно с белорусской молодежью провели открытый диалог, на котором обсудили все сферы взаимодействия, посетили достопримечательности столицы, а также ее культурные, социальные и промышленные объекты. С такой же целью участники Дней молодежи Азербайджана затем приехали в Гродно. А вот третьей точкой маршрута стал город Лида. Здесь для гостей тоже подготовили увлекательную программу, во время которой они больше узнали о нашем городе и о том, чем живет и как развивается наше молодое поколение. Дни молодежи Азербайджана в Беларуси проходят ежегодно. Их цели – развитие международного сотрудничества, обмен опытом в сфере работы с молодежью, а также формирование совместной программы развития. В этом году иностранные гости, многие из которых никогда не были в нашей стране, также посетили Беларусь. В столице молодые люди из Азербайджана объединились с местной молодежью, чтобы вместе стать участниками ряда мероприятий. Благодаря такой программе они смогли не только наладить взаимодействие, но и поближе ознакомиться с белорусской культурой, посетить достопримечательности страны. Маршрутный лист белорусско-азербайджанской молодежи вошел и город Лида. Первым местом, куда направились молодые люди, стал Курган бессмертия. У Вечного огня здесь прошел митинг, во время которого гости города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Также ими были возложены к мемориалу цветы. Далее молодые люди отправились в Лидский центр творчества детей и молодежи. Здесь для них была организована экскурсия по учреждению образования, во время которой гостей знакомились с деятельностью творческих объединений центра. Участники Дней молодежи заглянули в танцевальную студию, в зал для вольной борьбы, музей учебного заведения. Познакомились с участниками военно-патриотического клуба «Лидские львы» и не только. Также для них подготовили выставочный зал, на котором были представлены различные проекты Лидского района. Кроме этого, каждый мог приобрести себе на память сувенирную продукцию, сделанную руками учащихся центра творчества. Город Лида был выбран не случайно, так как это знаковое место для нашей страны. Ребятам необходимо было показать культуру, историю Республики Беларусь, показать, как было все. Замок показать, провести по улочкам. Ну, не только города Лиды, вообще Гродненской области. Сегодня продемонстрировали, какая проходит работа по государственной молодежной политике с молодежью, какие у вас есть театральные, какие у вас есть танцевальные. У вас огромная ведется поддержка молодежи в городе Лиде. Видно, что ребята заинтересованы, возвращаются к себе на малую родину и показывают тем самым, что для них это важно. Поддержка талантливой и одаренной молодежи, а также создание условий для ее творческого интеллектуального роста стали ключевыми темами открытого диалога, который прошел на базе центра творчества. Иностранные гости поделились своим опытом, рассказали об основных мероприятиях в этой сфере. Было чем похвастаться ильичанам. В нашем регионе молодежной политике уделяют первоочередное внимание. Мы представили опыт работы с одаренной и талантливой молодежью, как на уровне учреждений дополнительного образования детей и молодежи, так и учреждений общего среднего образования. Большое внимание также было уделено гражданскому и патриотическому воспитанию молодых литчан. Интересен был опыт для наших коллег из Азербайджана, это молодежного парламента, а также наших военно-патриотических клубов, в частности клуба «Литские львы». Я думаю, что сегодняшняя встреча станет стартовой площадкой для развития в дальнейшем наших партнерских отношений. После продуктивного общения участников Дней молодежи ждала обзорная экскурсия по Литскому замку. В ходе нее молодые люди больше узнали об истории нашего города, сделали памятные фото с музейными экспонатами, а также примерили на себе доспехи и устроили своеобразный рыцарский турнир. Ознакомиться с продукцией и пищевой промышленности и побывать на производстве они смогли в ходе посещения предприятия «Литские пищевые концентраты». В целом, программа Белорусско-Азербайджанского форума вышла достаточно интересной и оставила как у гостей из-за рубежа, так и у нашей молодежи массу приятных впечатлений. Если бы не этот проект, если бы не это мероприятие, я бы, наверное, еще не скоро посетила наши исторические города какие-то из-за высокой занятости, но на самом деле очень интересно узнавать свою историю именно из эпицентров, скажем так, ее возникновения. И нам даже не помещала плохая погода, снег в лицо и холод. Я считаю, что такие мероприятия должны обязательно проводиться. Благодаря этому мероприятию мы понимаем, насколько мы разные, но в то же время какие-то черты у нас схожи, и это настолько прекрасно, это настолько удивительно, общаться с другой национальностью, узнавать их культуру, рассказывать о своей и то, насколько им все интересно. Вот это любопытство у нас есть с двух сторон, и с азербайджанской, и с нашей белорусской. И мне кажется, именно вот этот вот интерес, вот это любопытство и будет двигателем процесса. Наши коллеги нам показали разные места, где работает и развивается молодежь в Белоруссии. Это очень важно, что люди и страна вообще сама уделяют такое внимание этим ребятам, этим детям, потому что они и есть будущее этой страны. И я сейчас в этом центре, и тут разные проекты про сферу патриотизма, в сфере будущей, в сфере техники, и это очень приятно. Мне очень нравится, и я очень горда тем, что есть такие коллеги, которые очень уделяют важное внимание своим детям и ребятам. Мне понравился проект «Одно небо на двоих», кажется, это так называлось. И он очень приятный проект на теме патриотизма. И еще мне понравились «Лидские львы». Тоже они такие прям духовные, патриотизмом, и глаза горят от любви к родине и от того, что они делают. Дни молодежи Азербайджана завершились 30 ноября. После этого их участники отправились к себе домой, чтобы поделиться там полученным опытом и эмоциями от встречи. За сутки в Лидском районе произошло два пожара. Оба возгорания в агрогородке Йотки. Как сообщили в МЧС, в первом случае загорелась хозяйственная постройка на частном подворье. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 5.20 утра. Прибывшие спасатели потушили огонь, повреждена кровля кирпичного строения. Спустя полтора часа поступил тревожный звонок о загорании неэксплуатируемого телятника в том же агрогородке. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. В результате ЧП закопчены стены и потолок внутри здания. Причины огненных происшествий сейчас устанавливают специалисты. Задать вопрос, решить проблему или поднять актуальную тему – такая возможность есть у белорусов каждую субботу. Чтобы быть услышанным, достаточно обратиться на прямую телефонную линию. 2 декабря такую в Лиде проведет заместитель председателя Лидского районного исполнительного комитета Андрей Богдан. Номер для обращений 52-42-43. Он будет работать с 9 до 12 часов. Надзорные мероприятия на торговых объектах проводятся в регионе на постоянной основе. Накануне представители санитарно-эпидемиологической службы отправились на мониторинг по магазинам Лидского района. На особом контроле – безопасность, ассортимент и качество продуктов питания. В ходе мониторинга специалисты проверили сроки годности продукции, ее условия хранения и соблюдение товарного соседства. Подробности в нашем следующем сюжете. Здравствуйте. Санитарная служба области. Именно с таких слов начинается посещение магазинов во время мониторинга, который проводили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. Во время мониторинга они проверили соблюдение установленных требований в торговой сфере Лидского района. Специалисты обратили внимание на сроки и соблюдение режима хранения продуктов, санитарное состояние помещений, наличие спецодежды и необходимых документов. Санитарно-эпидемиологической службой области на постоянной основе проводятся надзорные предприятия за торговыми объектами, за условиями хранения и реализации пешевой продукции. В преддверии новогодних рождественских праздников этому уделяется особое внимание. Есть поручения Министерства здравоохранения Республики Беларусь, и нашего главного госсанаврача Республики Беларусь, и президента Республики Беларусь, чтобы усилили контрольный надзор на всех уровнях за организацией питания, в том числе и предпраздничные, и на рождественские, новогодние мероприятия, чтобы было все население, и не только городское, но и сельское, обеспечено продуктным питанием ассортиментом. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы области и района без предупреждения проверили магазины не только в городе, но и в сельской местности. Это позволило увидеть и оценить ситуацию по обеспечению населения продовольственными товарами. Ну, не важно не только ассортимент, потому что он важен, но и качество и безопасность реализуемой продукции. Поэтому санитарно-эпидемиологической службы области по всем регионам усилены контрольные мероприятия, и берем торговые объекты, проверяем всех форм собственности, от малого до великого, абсолютно смотрим, как соблюдается санитарно-эпидемиологическая реализация при хранении пешевой продукции. Потому что все эти вопросы выиграют на промоу не только на качество продукции, но и на безопасность, на наше здоровье, здоровье наших покупателей. Поэтому санитарно-эпидемиологическое внимание переписывание уделяется. Очередной мониторинг по торговым объектам был проведен в нескольких населенных пунктах, в том числе и в агрогородке Йотки. Здесь располагается магазин «Родный Кут» – Лицкого филиала Гродненского облпотребобщества. В нем представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Это более тысячи наименований. В среднем в день в мини-маркете обслуживается более 300 человек. В нашем магазине широкий ассортимент товаров. Выбор очень хороший. Покупатели довольны нашим магазином и все пожелания, которые мы стараемся выполнить. Молочная продукция у нас заводится каждый день, хлебобулочная каждый день, колбаса каждый день в зависимости от мясокомбината. Также к Новому году уже надо поступать в подарки новогодние, так как праздники скоро на нас носу. Хороший выбор у нас овощной продукции. На селе она также теперь пользуется хорошим спросом. В результате проверки в магазине «Родный код» существенных нарушений выявлено не было. Сотрудникам мини-маркета были выданы рекомендации для устранения всех имеющихся недочетов. В втором объекте тоже смотрим, как соблюдать условия хранения, какие температурные режимы при хранении, товарное соседство, маркировка срок годности. Если глобальных вопросов здесь нет, но рекомендации, тем не менее, были даны ответственным специалистам и будет организован надзор, как они устранили, с подтверждающими документами. За вторую половину ноября специалисты санитарно-эпидемиологической службы региона проверили 9 торговых объектов. На 8 из них были установлены нарушения, которые касались реализации продукции без маркировки и продукции с истекшим сроком годности. Надзорные мероприятия будут продолжены и в декабре. С сегодняшнего дня все водители должны использовать зимние шины. Об этом напоминают сотрудники госавтоинспекции. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность. Также рекомендуется сменить стиль вождения на более умеренный, а пешеходам быть внимательнее. Напоминаем, влечаем. Согласно правилам дорожного движения, все транспортные средства в период с 1 декабря по 1 марта должны участвовать в дорожном движении с использованием зимних шин. Зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства. В случае участия в дорожном движении транспортного средства без использования зимних шин в данный период времени, водитель будет подвержен административному взысканию до одной базовой величины. При повторном нарушении данного требования правил дорожного движения штраф будет составлять от 2 до 5 базовых величин. Уважаемые водители, зимние шины не дают вам стопроцентные гарантии безопасности дорожного движения. Просьба соблюдать скоростной режим, правила опережения и обгона, а также будьте внимательны при подъезде к пешеходным переходам. В свою очередь пешеходы, убедитесь в безопасности перехода проезжей части, после чего переходите ее. Заниженная цена – повод насторожиться. Интернет-мошенникам, предлагающим различные товары и услуги, по-прежнему удается обманывать белорусов. Площадкой для обмана чаще всего становится платформа Инстаграм. Злоумышленники создают аккаунты магазинов, которые, на первый взгляд, не вызывают подозрений. У них много подписчиков и постоянно обновляется лента товара. Сейчас, например, увеличивается количество мошенничеств, связанных с продажей новогодних елей и украшений. С учетом того, что не каждый человек может отличить фейковую страницу от реальной, советуем обращать внимание на условия, выдвигаемые продавцом. В первую очередь, должна насторожить цена, значительно ниже рыночной. Кроме того, ни один интернет-магазин не будет просить покупателя перевести предоплату в размере от 50 до 100% стоимости товара. А вот мошенники делают это постоянно. Так Литчанка решила в соцсети приобрести новогоднюю ель. Продавец предлагал выгодную акцию. При полной предоплате за товар скидка 20%. Однако, вместо получения полутораметровой красавицы к Новому году, женщина лишилась переведенных мошенникам 168 рублей. Еще одна жительница Лиды стала жертвой аферистов при попытке купить зимние ботинки. После того, как она перевела деньги на чужой счет, мошенники заблокировали аккаунт женщины. В милиции советуют – будьте бдительны и оплачивайте товар только после его получения. «Стань Дедом Морозом» – благотворительная акция под таким названием проходит в магазине «Родный Кут», который расположен на улице Тухачевского, 64. На новогодней елке, которая находится в торговом объекте – желание воспитанников Лидского районного социально-педагогического центра. Там находятся дети, которые временно оказались в тяжелой жизненной ситуации и будут встречать праздник не дома с семьей, а в стенах учреждения. Как стать Дедом Морозом и Снегурочкой и помочь исполнить детскую мечту, знает наш корреспондент. Ольга Моисеевич и Наталья Кузьма в числе первых, кто решил исполнить желание воспитанников Лидского районного социально-педагогического центра. Обе лечанки живут неподалеку от магазина и часто наведываются сюда за покупками. Узнав об акции «Стань Дедом Морозом», не задумываясь, решили поучаствовать. У обеих – многодетные семьи. В семье Моисеевич воспитывают троих детей, а в семье Кузьма – пятерых. Многодетные мамы знают, как дети ждут самый волшебный праздник и мечтают о подарках. И Ольга, и Наталья считают – заботу и любовь должны чувствовать все дети. Особенно те, кто в канун праздников остался без родительской любви и ласки. Женщины уверены – чужих детей не бывает. К праздникам желанные подарки должны быть у всех. Нужно участвовать в подобного рода акциях, потому что приют – это такое место, в которое детки попадают не с личных убеждений. Это не празднично. И они так же, как и любой ребенок, который растет в семье, заслуживают сказки, заслуживают радости, заслуживают эти подарки. И могу сказать от себя, что письма детей из приюта очень сильно отличаются письмами, которые дети пишут дома. То есть эти просьбы, они настолько ненавязчивые, они хотят просто-простого, такого детского, такого очень-очень обычного. И, безусловно, когда проходишь мимо таких акций, мимо таких елок добра и так далее, очень сложно пройти мимо. И, может быть, изначально где-то даже есть такой интерес, что за акция, как она проводится. Когда понимаешь, что это детки, которые по воле судьбы остаются без внимания, остаются без семьи в такие праздники, как Рождество и Новый год, тогда 100% хочется очень сильно подарить им кусочек своего тепла, кусочек своего сердца. Благотворительная акция магазина «Родный кут. Стань Дедом Морозом» уже традиционная. В этом году она проходит в шестой раз. Ее условия очень простые. В торговом зале установлена новогодняя елка. На ней вместе с игрушками красуются творческие работы письма воспитанников социально-педагогического центра. В них желание ребят. Здесь ничего сверхъестественного. Дети просят мягкие игрушки, наборы детской косметики, конструкторы, машинки, канцелярские принадлежности и другое. Чтобы исполнить желание ребенка, достаточно снять с елки одно из писем и принести указанный в нем подарок в магазин. Уже в канун Нового года наши сотрудники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетят ребят, подарят им подарки и устроят им самый настоящий праздник. И цель нашей акции одна – подарить радость тем, кто нуждается в нашей заботе, нашим детям. Ведь чужих детей не бывает. Акция традиционная, а поэтому хорошо известна как работникам Лицкого филиала Гродненского облпотребобщества, так и постоянным покупателям. В этом году желающих примерить на себя роль Деда Мороза и Снегурочки как никогда много. Из 16 писем-просьб, написанных воспитанниками детского социального приюта, осталось всего 4. Организаторы акции отмечают, будут рады, если к тем подаркам, о которых мечтали дети, добавятся и другие. В этом году как никогда лещане очень активно участвуют в нашей акции. И поэтому хотелось бы заметить, если вдруг получилось так, что вы пришли и письма на елке нету, то можно просто приобрести какую-то мягкую игрушку, канцелярские принадлежности, сладости, соки, все, что ребенку будет угодно душе, так, как вы считаете нужно. Навестить воспитанников Лицкого районного социально-педагогического центра работники магазина «Родный Куд» планируют ближе к Новому году. До этого времени они ждут, пока те, чьи сердца тронули детские письма, помогут Деду Морозу наполнить мешок долгожданными подарками. От себя организаторы обещают сладкие сюрпризы и развлекательную программу. Обращаем внимание на следующую информацию. С 1 декабря вносятся изменения в расписание движения городских автомобильных маршрутов в регулярном экспрессном сообщении «Номер 22» Южный городок «Магазин Западный», «Номер 25» Детский сад «Номер 22» «Гастелло», «Номер 26» Торговый центр «Торунь» «Магазин Западный» и «Номер 27» Магазин Западный «Районная поликлиника». С 13 декабря отменяется движение автобусов городского автомобильного маршрута в регулярном экспрессном сообщении «Номер 23» Торговый центр «Торунь» «Районная поликлиника». Новое расписание движения маршрутов размещено на сайтах Лидского райисполкома и Лида медиакомпании. Справки по телефону 8 0152 71 50 21. Просторная площадь, широкий ассортимент товаров и супервыгодные цены. Все это о новом магазине «Светофор», который открылся в здании магазина «Ома» на улице Толстого, 14 Г. Он стал четвертым торговым объектом этой сети магазинов низких цен. Напомню, «Светофор» относится к жестким дискаунтерам. Потому что товары закупаются крупными партиями, в магазине делают простую и понятную выкладку товаров, нанимают оптимальное количество сотрудников, используют эффективную рекламу, не переплачивают за аренду, контролируют свои расходы, что и позволяет сохранить честную наценку. Главный плюс «Светофора» здесь можно приобрести сотни товаров по максимально низким ценам. Новый магазин оценила Вероника Левдорович. Семейная пара Юлия и Ярослав – постоянные покупатели сети магазинов низких цен «Светофор». Когда узнали об открытии нового торгового объекта, не раздумывая, решили заехать сюда и оказались в числе первых посетителей. То, что новый «Светофор» распахнул свои двери в здании магазина «Ома» по улице Толстого, супруги очень рады. Ведь их семья живет в микрорайоне «Индустриальный». Такое расположение они считают весьма удобным. Магазин приятно удивил ценами и ассортиментом. Говорят, их многодетная семья может найти здесь все необходимое для себя и даже своего домашнего питомца. «Светофор мы неоднократно ездим. По городу их у нас уже достаточно много, но здесь по месторасположению очень удобно для нас. По ценовому сегменту могу сказать, что есть многие товары, особенно это кондитерские изделия, которые мне как приятно, что можно детям закупить. То есть как в оптовом ассортименте цена по сравнению с другими магазинами очень даже приемлемая. И по качеству продукции тоже вкусная. То есть неоднократно пробовали соки. Вот, это любимое детей питье. Это прям вообще вот нет, чтобы вот покупать литр сока. Нет, это ж не надо. Это ж нужно 0,2 с трубочкой. И здесь вот самая демократичная цена по всему городу. 51 копейка за сок. Это вообще, тут набираем сразу его много, потому что у нас трое детей, и это за милую душу ходят соки. Сейчас мы завели кота, поэтому даже прошлись, посмотрели, что даже очень интересное есть предложение для нашего питомца. Корм по очень даже доступной цене». В новом светофоре на улице Толстого, 14 Г, около 700 наименований товаров. В широком ассортименте здесь представлены продукты питания, товары для дома, бытовая химия, хостовары, гигиенические средства. Покупатели могут найти в магазине одежду и обувь, посуду, автотовары, игрушки, товары для животных и многое-многое другое. В новом светофоре есть и традиционная комната-холодильник. Здесь товары, требующие низкой температуры хранения. Мясные и колбасные изделия, рыба, майонез и соусы, молочная продукция и многое другое. Большой ассортимент – не единственное, чем удивил новенький светофор. К открытию магазин порадовал покупателей приятными скидками. «В честь открытия с сегодняшнего дня до 3 декабря мы снизили цену на более чем 50 товаров, самых востребованных из разных товарных групп. Это и продукты питания, это и мясная гастрономия, колбасные изделия, и в том числе товары для дома, бытовая химия, автотовары тоже». Забота о кошельке покупателя – одно из главных преимуществ светофора. Она нашла отклик у личана, поэтому уже в первые часы работы их было немало. Большинство покидало торговый объект с полной тележкой. Люди радовались приятным ценам. «Мне вообще светофор нравится. Во-первых, здесь много скидок на все. Жена тоже тут то конфетки, то сладости, то печенье, то, 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 то. Да все тут дешевле. Если сюда пришел, тут все можно купить у вас. И мясное, и не у вас, я имею в виду, вообще. И напитки, все здесь, все дешевле. «Цены сравнительно, конечно, в магазинах дешевле. И сладости берем, и так, посуду какую-нибудь, и вот, и моющие средства. Ну, такое всякое, и посуду, и кружки, ну, разное такое вот что». Встречать Новый год и Рождество со светофором будет приятно, а главное, недорого. В магазине уверяют, здесь можно будет приобрести все для праздничного стола. А еще подарки и новогоднюю атрибутику. Самое главное, по хорошим ценам, что в период активных предпраздничных трат особенно порадует покупателей. «К Новому году будет, естественно, новогодняя атрибутика, будет ели искусственная, будет расширен ассортимент кондитерских изделий. Ну, естественно, все к новогоднему столу можно будет найти в одном месте». К праздничному столу и не только. Светофор всегда поможет приобрести все необходимое по приятным ценам. В магазине обещают как можно дольше радовать покупателей хорошими скидками. Планируется, что каждую неделю декабря желтый ценник будет появляться на новых товарах. Им будет обозначен наиболее полюбившийся покупателям ассортимент. Больше скидок, больше возможностей купить все необходимое и при этом существенно сэкономить. Двери нового светофора, который получил прописку в здании магазина ОМА на улице Толстого, 14 Г, открыты ежедневно с 9 до 20 часов, без праздников и выходных. Помните, светофор работает для вас. Дворец культуры города Лиды приглашает. 2 декабря здесь пройдет областной отборочный тур 14-го республиканского фестиваля национальных культур. Начало мероприятия в 12 часов, а наш выпуск на этом завершен. Хороших вам выходных. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова